Дима, сначала по игре, комментарии, потом перейдем на вопрос. Я думаю, что много не рекоментировать. Что-то в селе, что здесь плохо началось. И особенно первые игры играли неважно. Были следствия, но какие-то... Проиграли, что надо реализовать большинство. СССР у нас лучше вообще. Спасибо, пожалуйста. Да, пожалуйста. Дмитрий, только вечер, Геннадий Роман, Татаринформ. Вот Зентулар Хайдарович тоже отвечал. Неудачное начало. Второй матч подряд. Как будто бы не в своей тарелке. Отправо находится. Не буду старт влезть за минутку. Если вкратце, за счет чего именно не удается, так скажем, стабильно начинать матч? Честно, думаю, завтра разберемся. Еще вроде разговаривали. Как говорились, не знаю. Сложно прокомментировать. Плохо, правда, плохо начали. Завтра разберем, посмотрим. Соискательный был первым предъявленным теми и нас. Поэтому надо будет перестроить совещание. Во время большинство показалось, что очень мало бросали. А Брэдинборг, его характеризуют часто, как вратаря Абиловс, с такой достаточно шаткой психологией, психикой. На твой взгляд, может, все по-другому, что было реализовано? Спасибо, что подсказали. Подумал, по этому поводу. В любом случае, 100% надо было реализовывать. Большинство были шансы. Хороший шанс был перевернуть игру. Не удалось. Ребята из-за меньше 100 очень здорово поставили. Все равно большинство немножко у нас не получилось. Должны были переворачивать игру. Но я отчету ваше пожелание. Пожалуйста. Дмитрий, здрасте. После прошлой игры Сергей Федоров говорил, что на Западе так не играют, как играет Акбас. Вы сегодня почувствовали, что ЦСКА немножко перестроился? И вот эти нюансы, пожалуйста, уточните в чем они? Ну, я не знаю. Конечно, они играли примерно как в первую игру. Просто что-то мы немножко... Ну да, они добавили немножко в каких-то моментах. Повторюсь, что-то сейчас, честно, сложно что-то прокомментировать. Именно про что-то они сильно поменяли. Потому что надо немножко будет разобрать игру. В моменты, где мы плохо сыграли, где мы сыграли хорошо тоже. Чтобы нам надо перестроиться. Играть в первую очередь нужно играть в свою игру. Играть дисциплинированно. Играть, как говорит тренерский штаб наш. И я думаю, что надо в первую очередь именно отталкиваться от своей игры. И выстроить нашу игру правильно, как мы играли до этого. Еще один вопрос. Просто вот в начале особенно матча на ровном месте игроки Акбаса падали. Граж заложил, упал, еще что-то там происходило. Это волнение, коньки неправильно заточили, лед слишком скользкий был. Я честно не думаю, что у нас уже присутствует какое-то волнение. В принципе, у нас очень опытная команда. И уже играем финал. Не знаю, правда, сложно быть. Я не помню, что вы падали. Но всяко может быть. Может, что-то под конеком на льду лежало. Честно, не думал, что что-то там прям. Народ волновался. Я вас. Сегодня, по сравнению с прошлой игрой, были в моментах голевых именно у Акбарса много каких-то вот не совсем точных передач. Вот особенно, когда вот один эпизод был, когда как раз Кирилл Семенов одного упал сюда на Панякова. И неудобный пас, и в итоге бросок такой был, когда Шайбу догонял Паняков. И таких эпизодов, как бы, это не персонально Кириллу, а по всему матчу это было. В чем причина? Нет, Дмитрий, давайте сначала отпустим. Дмитрию тоже, я говорю, это не конкретно по Кириллу, по всему матчу, можно сказать так. Давайте к Кириллу Семенову перейдем. Есть еще вопрос, да? Дмитрий, у меня немного впечатлений об этой игре ЦСКА сегодня, у нас только все монструозное сделал. Если играть в свой хоккей, как вы говорите, правильный, насколько есть шанс против такого ЦСКА, и возможно ли биться с ним? Если мы будем играть правильно, как мы должны играть, то у нас все шансы абсолютно. Потому что у нас хорошая команда, в принципе, правильная тактика, и все, что у нас, как штат знает, как побеждать. Поэтому, если мы будем играть правильно, то у нас должны любить результаты, которые впечатлить перед нами. Спасибо, Дмитрий, отпускаем. Спасибо. Спасибо. Кирилл Семенов, он пока еще в Барсе. Кирилл, сначала комментарий по игреру, а дальше уже перейдем к вопросу. Всем добрый вечер. Сами нам дали игру. Такой результат. Все. Спасибо. Вопросы, да, пожалуйста. Кирилл, добрый вечер. Кирилл, пока не пробовал. То есть, у кого я даже не говорил, что немножко вот по темпу проседали, особенно вот в начале матча. Это как-то объясняет, возможно, не очень хорошую физическую подготовку на второй игре. Какой-то безумрительный фактор был. Подготовка хорошая была. Мы готовимся, мы знаем, что такое клоу, да, это финал. Мы зашли до него. У нас перед нами стоит хороший соперник с хорошими позициями, да. И поэтому мы должны быть готовы на 100%. Даже если где-то мы себя неважно чувствуем, мы должны себя подготовить так, чтобы отдать все на льду ради того, что какая цель стоит перед нами, что мы хотим добиться. И шаг за шагом мы будем идти. Да, сегодня такой результат. Но ничего страшного. Счет серии 1-1. Никто не говорил, что мы пройдем 4 ног, да, или на 100. Поэтому хорошая битва для болельщиков, для всех. Нужно готовиться, идти дальше и побеждать. Единственное, можно еще один вопрос. А вот все-таки есть какое-то логическое объяснение, почему матч сложился таким диаметральным и разлоположным образом? Потому что разгром в прошлом был очень абсолютно уверенным в Гранд Барса. И вот сегодня доминация уже с очереди. Я бы не сказал, что какой-то разгром был в предыдущей игре. Счет может кому-то показаться, кто не смотрел игру. 4-1 разгром. Но они начали так же первый период хорошо. Но удачно забили. Они отыгрались. Если вернуться в прошлые годы. Сегодня такая же была опорная битва. Но они забили два гола, третьи пустые. Мы не смогли вытащить матч, как это делали раньше, в предыдущих сериях. Ничего страшного. Будем готовиться. Будем злее. И это было опорно. Спать некуда. Нужно идти за победой. Пожалуйста. Парадоксальная ситуация. Сегодня в формате 5 на 4 Акбарс атаковал остро. Да, они забили. Но были интересные моменты. Почему в формате 5-3? Ну откровенно скажу, бездарно провели. Вообще без голевых моментов. Это надлом какой-то психологический был у меня. А вам чего? Когда мы имеем преимущество у 2 игрока. Может произойти надлом. Вот и удивительно. Вы его 5 на 3 сыграли хуже, чем 5 на 4 попытки. В сегодняшнем матче. По моменту. Ничего страшного. У нас ребята, большие мастера. Да, случаются такие моменты. Ничего страшного. Это игра. Поэтому где-то может лучше сыграли 5-4. 5 на 3 забить надо было. Перевернули по игру. Все бывает. Поэтому нужно готовиться. Идем дальше.